Я подготовил доклад на тему jvm.com. В первую очередь хотелось бы рассказать о основных показателях производительности, которые мы заверяем. В основном для этого используются MX-бинсы, они входят в Java Extensions и служат для изменения производительности. Это такие показатели, как мониторинг системы загрузки классов, мониторинг системы компиляции, мониторинг работы сбалщиков мусора, мониторинг кучи и остальной памяти, мониторинг по памяти, выделенных jvm, мониторинг системы времени выполнения и мониторинг системы управления потоками. Это все показатели, которые влияют на производительности, которые доступны через эти MX-бинсы. В jvm есть различные подсистемы, это Runtime, JIT, GC и Serviceability. Рuntime — это само выполнение, JIT связан с динамической компиляцией приложения, и GC — Sourcebook мусора во время выполнения приложения. В Java используется трехфазная динамическая компиляция. Это значит, что есть исходный код, который написан программистом на Java. Он преобразуется в байт-код. Байт-код представляет собой набор инструкций, которые выполняет виртуальная машина. Виртуальная машина — это, собственно, JVM, и она рассматривается как стековая машина. Этот байт-код не имеет никакого отношения к реальному железу, который используется, и обычно его выполнение довольно-таки непроизводительное. Ну и с этим байт-кодом происходит интерпретация во время выполнения. И также может происходить компиляция. В принципе, компиляция разделяется на статическую и динамическую. В Java используется динамическая компиляция. Это означает, что компиляция происходит основная работа во время выполнения приложения. При статической компиляции оно было бы скомпилировано уже до выполнения. Это достаточно дружный процесс. И потом выполнялся бы уже скомпилированный код. В Java происходит иначе. Достойнство такого подхода — это то, что при компиляции возможно использовать профилирование и не тратится время на компиляцию кода, выполняющегося редко. Это означает, что тот код, который наиболее востребован по мнению JVM, будет скомпилирован следующим, и после этого, если он по мнению JVM, будет использован. Использование данных профилирования состоит в том, что компиляция выполняется на основе того, как это приложение используется. То есть, таким образом, выделяются наиболее используемые места, и места, в которых есть наибольшие пространства для оптимизации. Ярким примером такого может служить, например, некоторый невыполняемый код. До момента выполнения программы невозможно понять, что то, что выполняется внутри некоторого условия, оно никогда не выполнится. Уже во время выполнения программы становится ясно, что там условия, например, все время true или все время false, то есть, оно всегда выполняется по одной ветке. И благодаря этому, таким образом, происходит профилирование, и этот код возможно оптимизировать. Вопрос можно? Да. Что такое данные профилирования? В первую очередь, это данные о том, как выполняется программа. Они собираются... А пример можно? Чтобы я понял. Сейчас скажу. Ну вот, пример для более раннего, для более ранних версий JVM, код считался таким, который нужно скомпилировать, если он выполняется 10 тысяч раз. То есть, собирались данные о выполнении. И для каждого метода присваивался счетчик. И при выполнении этого кода этот счетчик увеличивался. И таким образом, если этот счетчик достигал нужного значения, то такой код перекомпилировался. Но при этом был недостаток, который я тут сейчас опишу. Ну, недостаток такого подхода был в том, что этот скомпилированный код мог никогда не выполниться, потому что ранее для замены скомпилированного... Для замены кода на скомпилированный необходим был выход из его выполнения. Поэтому, если какой-то метод, какие-то вычисления выполнялись непрерывно, то тот код, который скомпилировался, мог и не выполниться. А в более современных версиях Java появилась такая функция, которая называется OnStackReplacement. Она служит для разрешения переключения к компилированному коду. Прямо во время выполнения в середине цикла. Дальше в Java есть возможность использовать разные компиляторы. Это клиентские серверные компиляторы и компиляция, которая по умолчанию используется в Java 8. Различаются они количеством оптимизаций, которые выполняются при старте программы. В клиентском компиляторе важно, чтобы программа быстро запускалась, поэтому количество оптимизаций, которое может быть сделано, ограничено. В серверной оптимизации больше времени тратится на анализ. Код лучше оптимизируется, но при этом его запуск дольше. Тут есть такой момент, что часто при некоторых неправильно написанных синтетических тестах получается, что при серверной компиляции результат намного лучше, чем при клиентской. Но в принципе он должен быть лучше, но во многом такое впечатление складывается с тем, что в этих тестах эти данные не выводятся, и серверные компиляторы во время оптимизации эти шаги просто выбрасывают. Поэтому с оценкой производительности кода, который претерпевает динамическую компиляцию, есть некоторые сложности, и его оценивают намного сложнее, чем тот, который получается при статической компиляции. В Java 8 используется tilt, поуровневая компиляция. Хотя компиляторов всего два, это C1 и C2, соответственно, клиентские и серверные компиляторы, разделяют следующие уровни компиляции. Ноль — это интерпретируемый код, и три уровня компиляции для клиентского компилятора без профилирования, с небольшим профилированием и с полным профилированием. Ну и четвертый уровень — это использование серверного компилятора. Эти уровни могут использоваться в разном порядке. Обычный путь компиляции — это нулевой шаг, третий и четвертый. Это означает, что сначала код интерпретируется, потом используется клиентский компилятор с полным профилированием, и после этого используется серверный компилятор. Однако у такого пути выполнения есть три исключения. Когда происходит работа с каким-то простым методом, и когда понятно, что в нем оптимизировать особо нечего, то сразу используется самый простой компилятор без профилирования клиентский. Также, если во время выполнения программы один из компиляторов занят, то используются другие пути. Если занят серверный компилятор, то используется сначала клиентский с неполным профилированием, потом используется клиентский с полным профилированием, и серверный используется уже тогда, когда он освободится. То есть он освободится, когда он закончится работу над той компиляцией, которую GVM посчитала более приоритетной. И также в варианте, если клиентский компилятор занят, то сразу после интерпретации используется серверный компилятор. Дальше я расскажу о сборщиках мусора, используемых в Java. В целом процесс сборки мусора означает то, что освобождается память от объектов, выделенных в куче. В Java объекты в основном выделяются в куче, и она управляется сборщиком мусора. Основной принцип работы всех сборщиков мусора основан на поколениях. То есть вся куча разделяется на старшее поколение и новое поколение. В новом поколении создаются объекты, и те объекты, которые переживают сборки мусора, переносятся в старшее поколение. Такой подход основан на предположении о том, что если объект пережил несколько сборок мусора, то, скорее всего, он будет жить долго. Ну а маложивущие объекты, которых скоро уничтожаются. Основные факторы эффективности сборщика мусора – это максимальная задержка, время на которое он приостанавливает выполнение программы. То есть при сборке мусора, во всех сборщиках мусора, необходима приостановка выполнения основного потока. И в зависимости от сборщиков это происходит по-разному. Следующий фактор – это пропускная способность, отношение время работы к времени простоя вызванного сборкой мусора и потребляемые ресурсы. Мониторинг сборки мусора может осуществляться через опции «JVM», выводящие информацию о сборках мусора. Это такие опции, как «Ferbots.gc», «FileName», «Print.gc.timestamps», «Print.gc.details». Они могут выводить информацию о сборках мусора в «Steadout» или в «FileName». Также там могут добавляться различные временные метки о сборке мусора и может включаться вывод о расширенной информации о сборках мусора. Также полезным является опция «Print.flex.final», которая показывает значение всех опций, которые были выбраны при запуске «JVM», и включая те, которые относятся к сборке мусора. И оно дает возможность посмотреть на присвоенные их значения. Также для вывода информации можно использовать MX-бины напрямую, то есть возможно написать свой инструмент для мониторинга. И существует множество внешних инструментов, таких как Visual.bm, J-Console, J-Profiler, которые показывают процесс сборки мусора в определенном виде. Сборка мусора, как я говорил, разделяется на малую и полную. В разных сборщиках мусора она может называться старшей или смешанной, и несколько отличаться. Сборщики мусора используемые в JVM. Ну, в JVM мы тут везде подразумеваем hot-spot. JVM Oracle. Это последовательный, параллельный, конкурент, MarkSweep и GarbageFest. В трех сборщиках мусора, в Serial, JVM, в параллельном и CMS используются следующие регионы памяти. Это EDEN, S0, S1 и TUNED. Все новые объекты создаются в области памяти EDEN. Ну, точнее, не все объекты, а большинство объектов в момент создания создаются в EDEN. Когда место в EDEN для новых создаваемых объектов заканчивается, запускается малая сборка мусора. Сострит она в том, что она находит и удаляет объекты из EDEN, которые мертвы. Мертвые в данном случае считаются те, на которые нет сильных или софт-ссылок, и нет ссылок из старшего поколения. И они переносятся в пустой регион, в один из регионов S0 или S1. Из этих регионов S0 и S1 один используется, а другой всегда является пустым. После этого EDEN получается пустым, и там возможно создание новых объектов. При следующей малой сборке уже выполняется сборка в EDEN и том регионе, который заполнен, например, S0, и объекты, которые переживают эту сборку, переносятся в регион S1. Достоинство использования двух регионов S0 и S1 в том, что тут не происходит дефрагментация, то есть все пережившие объекты можно не уплотнять, чтобы было бы менее эффективно, а они сразу переносятся в новый регион. на основании того, как объекты перемещаются между S0 и S1, выполняется их перемещение в старшее поколение. В старшем поколении, когда заканчивается место, то выполняется полная сборка мусора, и она работает с объектами из обоих поколений. Старшее поколение при этом рассматривается как цельное. И в старшем поколении происходит уплотнение, то есть объекты после сборки размещаются последовательно, без фрагментации. Такой механизм называется Marxist Sweeper Compact. Также возможны большие объекты, которые называются Алексеоратами, размер которых велик, и они создаются не в Эдеме и перемещаются по регионам, поскольку это было бы неэффективно, а они сразу создаются в старшем поколении. Достоинство и недостатки серийного сборщика мусора в том, что достоинство этого нетребовательных ресурсов, и он может использоваться на системах с очень ограниченными ресурсами. Но при этом там возникают долгие паузы на сборку мусора при заметных объемах данных, и настройка его производится эмпирическим путем. Паузы связаны с тем, что все выполняется в одном потоке, и при сборке мусора выполнение основного потока приложения останавливается. То, что настройка выполняется эмпирическим путем, это означает, что мы можем задавать соотношение размеров разных областей памяти между собой, но при этом то, как оно влияет на производительность, необходимо пояснять эмпирически. Следующим сборщиком мусора является параллельный сборщик мусора. Он использует в основном такую же модель разделения, как первый сборщик мусора, однако в нем некоторые процессы могут выполняться параллельно. И важное отличие его от CDLGC это то, что в нем задаются требования по пожелаемым результатам, которых необходимо достичь. И этот сборщик автоматически подстраивается на то, чтобы их выполнить. Если оно не может быть выполнено и все требования, то рассматривается по приоритетам. Снижение максимальной паузы, повышение пропускной способности и минимизация используемой памяти. Настройках параллельного сборщика мусора есть следующее – это количество потоков, используемых для сборки мусора, параметры производительности, такие как пропускная способность и максимальные паузы, ограничение времени при установке программы и скорость уменьшения размеров поколений. Достоинство его в том, что он подтраивается под параметры производительности на основе предыдущих сборок мусора и благодаря использованию нескольких потоков на системах с несколькими ядрами в нем получаются значительно меньшие паузы на время сбора. Однако, в связи с тем, что в нем старшее поколение разделено между потоками и разные потоки, каждый переносит объекты в свою часть старшего поколения, то может возникать фрагментированность памяти. Но это не очень критичный метод, поскольку обычно количество таких потоков невелико. Следующим сборщиком мусора является ЦМС. Он появился одновременно с параллельным сборщиком и постепенно его популярность росла. Организация памяти в нем такая же, как в предыдущих сборках мусора. Однако, его главное отличие в том, что он не дожидается заполнения старшего поколения для того, чтобы начать старшую сборку. Тут она, в отличие от предыдущих сборок, там она называлась полной, а тут она называется старшей сборкой, поскольку она затрагивает не все поколения, а затрагивает именно старшее поколение. Эта старшая сборка состоит в остановке основных потоков приложения и пометке объектов, доступных из корней. Потом происходит поиск живых объектов, и после этого необходима повторная пометка, поскольку во время изначальной ситуация в куче могла поменяться, и информация, собранная во время поиска живых объектов, может отличаться от той, что была во время начальной пометки. Поэтому используется повторная пометка. И повторная пометка требует приостановки выполнения основного потока приложения, а поиск живых объектов и чистка не требует приостановки. То есть они выполняются параллельно с основным потоком приложения. Обычно начальная сборка длится меньше, чем повторная сборка. С ним возможна ситуация, что сборщик не успевает очистить память старшего поколения до того, как она заканчивается. В таком случае работа приложения останавливается, и сборка производится в последовательном режиме. Такая ситуация называется с сбором конкурентного режима. Настройка у него, есть у него настройки такие же, как в параллельном сборщике мусора. В параллельном, кстати, также возможно задание размеров опростей памяти вручную, но оно может быть неэффективно, если одновременно используется и указание желаемых параметров производительности, и вручное указание размеров памяти для опростей. А в CMS также появляется такая настройка, как порог наполненности старшего поколения, при котором должна быть инвицирована старшая сборка мусора. Достоинство его в том, что он ориентирован на минимальное время простоя, и это основной фактор для многих приложений. Однако это требует большего потребления ресурсов и уменьшения общей пропускной способности. Также вследствие фрагментированности старшего поколения и наличия правающего мусора, то есть такого существования, которого мы допускаем, вследствие того, что в живые объекты могут записываться такие, которые к окончанию составления списка такими не являются. И из-за этих факторов необходимо выделять больше памяти для старшего поколения. Следующим сборщиком мусора является garbage fest. Он существенно отличается от остальных сборщиков мусора и в первую очередь ориентирован на приложения с большим объемом кучи. В нем используется другая организация памяти. Здесь память развивается на множество регионов разного размера. Количество таких регионов может быть разным, но не больше, чем 2048. Также есть громадные регионы, которые получаются объединением обычных регионов. В данном случае нет разделения на области памяти EDM, CWR и Теннерд и регионы одного поколения не идут подряд. Тут разделение используется логическое. Малые сборки выполняются для очистки младшего поколения и переноса в survival поколение. То есть здесь по сути оно используется три поколения. Либо они переносятся в Tune и переносы выполняются в несколько потоков. Вместо полной сборки здесь выполняется смешанное. Заключается она в том, что она выполняется не во всех поколения одновременно, а она выполняется в тех регионах и младшего и старшего поколения, в которых она наиболее необходима по мнению сборщика мусора на основе предыдущих сборок. В целом процесс у него пометки схож с тем, который используется CMS. Это начальная пометка, пометка живых объектов и дополнительный поиск живых объектов. В первом и третьем происходит остановка основного приложения и очистка. выбора настройках garbage fast есть такие же настройки, как в CMS, а так схожие с ним. Это максимальное время разовой сборки, количество потоков, которые будут использоваться, порог заполненности кучи, при котором инициализируется выполнение сборки, а также есть новая настройка, это выбор размера региона, если считается, что тот, который выбран автоматически неоптимальный. Достоинство его в том, что он лучше распределяет сборки по времени, чтобы не допустить длительных остановок, и в отличие от CMS он не прагментирует память. Однако он использует еще больше ресурсов, и от этого страдает пропускная способность приложения. В среднем отличие от CMS где-то около 10% пропускной способности. Следующими методами оптимизации, используемыми в JVM, являются методы оптимизации, связанные с ссылками на объекты. Compressed означает то, что в 64-битной машине могут использоваться 32-битные ссылки на объекты. Это достигается благодаря тому, что в JVM нет необходимости получать адрес в памяти каждого отдельного байта, а необходимо получать адрес всего объекта. И если при 32-разрядном доступна память в 4-габайта, то при использовании Compressed Ops в 64-разрядном доступна память примерно в 32-габайта. то есть в 8-раз больше. Потому что в этой ссылке три бита являются нулевыми, поскольку они указывают именно на весь объект, а не на отдельные его байты. Достигается это за счет того, что в объектах в Java используется смещение и выравнивание. Поэтому размер каждого объекта кратен 8-ми байтам. И это оптимизирует работу с такими объектами и позволяет использовать вот такие вот компресс указатели на объекты. Также ну однако некоторым недостатком такого подхода является то, что сдвиг адреса на эти три бита занимает некоторое время. То есть в некоторых ситуациях это может вести к падению производителя. Таких ситуаций немного и в целом выигрыш от того, что используется 32 битные стерки на объекты обычно довольно большой. Также могут использоваться исчисления памяти кучи в Java от нуля. Это означает, что некоторые операционные системы могут предоставлять для GBM адреса памяти для кучи, которая начинается с нуля. В противном случае при каждом обращении приходится высчитывать относительный адрес относительно адреса начала кучи. При использовании Zero-Best Compressed Ops такого не происходит. И до этого происходит экономия на вычисление адреса. Следующим методом оптимизации является Escape Analysis. Он основан на том, что у объекта возможны следующие состояния. No Escape, Erg Escape и Global Escape. No Escape это означает, что объект используется только внутри одного метода. и соответственно внутри одного потока. Argo Escape означает, что объект передается только как параметр в метод и используется только в одном потоке. Global Escape означает, что объект может использоваться где угодно. Благодаря этому при No Escape объекты могут размещаться не в куче вместе со всеми объектами, а разворачиваться на стек. То есть на стеке размещаются примитивные типы, которые находятся в этом объекте. И также при No Escape и Argo Escape возможно удаление синхронизации, которые по умолчанию есть над объектом. То есть в таком случае, если известно, что этот объект точно используется в одном потоке, то можно провести оптимизацию и не использовать для этого объекта то, что связано с его использованием в разных потоках. Другими методами для оптимизации является класс Data Sharing. Он основан на том, что создается shared архив при загрузке, однако он используется только с Serial Garbage Коллектором и он используется только в клиентской компиляторе. На этом все про основные методы оптимизации в виртуальной машине Java. Благодарю за внимание. Задавайте вопросы. Саша, можно вопрос? Да. Обычный юзер, который использует Java, например, я девелопер ранее у себя локально. Где мне это все конфиговать? Имею этот доступ? Или это уже все из-под коробки есть, и мы не можем ничего такого делать? Какой-то примерчик, как это можно сделать? Да, спасибо. В первую очередь, это конфигурируется настройками в виртуальной машине, параметром, которые передаются при запуске. например, задать использование серверного компилятора ключом сервер для настройки того, какой сборчик мусора используется. также есть ключи, все эти ключи начинаются на XX. Ну, и также использование Compressed Ops также включается своим ключом. Использование Zero-Based Compressed Ops зависит от операционной системы, на которой используется виртуальная машина, но современные операционные системы все поддерживают для кучи до 26 гигабайт использования расчета ссылок от нуля. Unix и Windows поддерживают. В основном оно так настраивается. Ну, вот, выбор габач-коллектора в первую очередь зависит от того, насколько для приложения критичны остановки при выполнении сборок мусора и сколько ресурсов для габач-коллектора возможно выделить. Спасибо. Спасибо.